Девушки отдыхают Давайте более подробно остановимся на обозначенных выше структурах церкви, их признаках, а также плюсах и минусах. Начнем с традиционной модели, о которой мы уже вскользь упоминали. Это крайне левый сегмент спектра. Данная структура, как я уже отмечал, в основном опирается на христианскую модель. Считается, что человек, родившийся в христианской стране, как бы автоматически присоединяется к церкви, в той или иной степени воспринимает ее учения, принимает крещение, проходит процедуру конфирмации, в церкви его сочетают браком, и в церкви же проходит погребальное служение после его смерти. Вот такая модель. Еще одна важная ее черта – это центральная роль священства. Пастор или настоятель храма отвечает за служение в целом. Он проповедует, совершает обряды бракосочетания, крещения, оказывает душепопечительскую помощь и так далее. Словом, как обученный священнослужитель выполняет большую часть основной деятельности церкви. Прихожане же участвуют в богослужениях и занимаются менее значимыми делами. Самое важное, повторю, выполняют священники. Как я уже отмечал, такая система называется приходской. В любом небольшом поселке или деревне есть свой приход, причем, как правило, расположен он в самом центре. Весь народ стихается в храм, а после службы расходится по домам. Деревни обычно все друг друга знают. Таков уклад сельской жизни. Всем обо всех, если не все, то почти все известно. Нередко родственники поселяются рядом, и под боком оказываются дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Вы возделываете соседние участки земли. В общем, вы не одни. Общественный уклад был сформирован таким образом, что человеку всегда было на кого опереться. Особой враждебности со стороны односельчан он не испытывал. При этом сосредоточием общественной жизни был, как правило, центр поселка с необходимой инфраструктурой магазинов и других социально значимых мест, где люди решали свои дела, а потом вновь расходились по домам, возвращаясь к своему хозяйству. Таким образом, обсуждаемая модель церкви как нельзя лучше подходила для такого небольшого населенного пункта. Примеры социально интегрированной системы. Разумеется, в больших городах ситуация совершенно иная. Люди там живут в многоэтажках целыми сотнями и порой едва знакомы друг с другом. Ведь видятся они разве что в лифте по утрам. Вот и получается, что в контексте мегаполиса человек существует как бы автономно. При этом с возникновением нового формата жизни старая приходская система утратила свой базис. Церковное здание – это ключевой фактор, так как жизнь общины носит централизованный характер, а здание служит неким видимым признаком церковного единства. Как я уже говорил, и располагалось, это здание традиционно именно на центральной площади, в самом сердце городка или поселка. При этом любые значимые события не происходили без присутствия и участия приходского священника, который совершал молитвы, необходимые обряды и благословлял те или иные общественные дела. Управление церкви было централизованным. Иначе говоря, все основные решения касательно дальнейшего развития жизни церкви принимал Главный Церковный Совет. Другой признак приходской общины – ее акцент на церковных встречах и мероприятиях, которые, кстати, всегда проходили в самом здании церкви. В воскресенье это общецерковное богослужение, тоже своего рода программное мероприятие с выступлением, например, хора. Далее, допустим, молодежное служение, нередко церковное служение организуется по взрослому критерию, и еще как вариант служения помощи проживающим в городе или районе людям с ограниченными возможностями. Церковь растет и развивается путем расширения штата священнослужителей. Развиваться – значит организовывать новые служения, например, евангелизационные служения для пожилых людей или молодежи. Для этих целей небольшая община приглашает новых служителей, поскольку хочет, чтобы эти инициативы получили должное осмысление и развитие под руководством обученных священнослужителей. То есть для организации молодежного служения приглашается молодежный пастор, для оказания душепопечительской помощи, подготовленный душепопечитель и так далее. Таким образом, с ростом церкви растет и штат священников, которые занимаются исключительно делами церкви и получают за это материальную поддержку. Вот таким образом функционирует традиционная западная модель церкви. Чем больше церковь, тем больше в ней священнослужителей. Я посещал церковь, в которой по воскресеньям собиралось порядка двух тысяч человек и трудились в ней около дюжины служителей, у каждого из которых была своя сфера ответственности, плюс секретарей и другой персонал. Итак, большая церковь в данной модели – это большой штат служителей и обширная инфраструктура. Основная задача служителей заключается в том, чтобы пасти стадо Божие. Их главная цель, пусть прозвучит она немного с негативным оттенком, обеспечить благоуспешное пребывание овец в загоне. Иными словами, пастырь – это тот, кто учит, наставляет свое стадо, заботится о нем, обеспечивает должное питание и уход, старается предупредить всяческое волнение, конфликты, охраняет своих овец, чтобы те не сбежали. Словом, печется о тех, кто уже составляет Божье стадо. Правильно? Акцент в служении здесь не столько на миссии, то есть благовестии тем, кто еще находится вне стада, сколько на попечении о пасты. Видите ли, раньше частью приходской общины считались практически все. Исключения составляли единицы, остальные жители были частью прихода, так ведь? Однако, как только общество становится более пестрым в плане вероисповедания, и в него входят не только христиане, так в больших городах церковь посещают далеко не все, в более крупных городах живут эмигранты, которые исповедуют другие религии. Вектора, направленного вовне, на тех людей, которые еще не знают Христа, в христианских церквях не наблюдается. Как донести до них Евангелие? Как проявить по отношению к ним гостеприимство? В деревне все проще. Люди знакомы с сельским укладом, он им привычен. У этих людей много общего, они понимают друг друга. Но чем разнообразнее становится социальный состав, тем сложнее поддерживать продуктивность, не меняя подходов. Итак, приходская модель – это модель, ориентированное преимущество на паству. Благовестие в ней отдельная кафедра. Мы наймем служителя, который будет отвечать за благовестие. Он подготовлен сам и подготовит других. Благовестие и общественное служение становятся еще одним дополнительным направлением деятельности церкви, тогда как основные ее усилия преимущественно сосредоточены на тех, кто уже находится в церкви. И с этим она, как вы понимаете, может прекрасно справляться. Но вот что касается евангелизационного служения, то здесь такой церкви нужны дополнительные усилия над собой, чтобы выйти за рамки привычного и пойти в мир с Евангелием и готовностью принять в свою христианскую семью новых членов. И это может оказаться непросто. Хотя надо признать, что даже среди таких традиционных церквей есть общины, для которых благовестие – одно из ключевых служений. Но они скорее исключения. В массе своей благовестие для таких церквей носит аттрактивный, то есть привлекающий характер. Что это значит? Это значит, что церковь организует для неверующих те или иные программы, такие, например, как концерт христианской музыки, который, как правило, проходит непосредственно в здании церкви. Задача членов общины в данном случае заключается в том, чтобы прийти туда самим и пригласить с собой своих нецерковных друзей и знакомых, чтобы те смогли услышать и музыку, и Евангелие. Возможно, кто-то услышит его впервые. Или еще один пример такой программы – выступление благовестника с евангелизационной проповедью. И снова христиане приглашают туда тех, кому они так или иначе свидетельствуют о Христе. Приглашают в надежде на то, что эти люди придут, послушают и, возможно, услышат обращенный к ним призыву веровать во Христа, вознести к нему свою покаянную молитву. Вот в таком контексте звучит для неверующих благовесть. И порой такое благовестие дает свой плод. Есть люди, которые охотно принимают приглашения на подобного рода мероприятия и с удовольствием в них участвуют. Однако так бывает не всегда. Бывает, что организаторы раздают приглашения, дают объявления в газете, но никто не приходит. И это уже проблема. Если же ваши усилия вознаграждаются положительным откликом со стороны приглашенных, если люди собираются, если они слышат Евангелие, чудесно, слава Богу. Главное, что надо запомнить, это то, что подобные мероприятия характерны для той модели церкви, которую мы сейчас обсуждаем. Выше такой подход миссии мы назвали привлекающим. Церковь может также организовать мероприятия, скажем, для женщин, пригласить их на завтрак или же придумать что-то для мужчин, например, пригласить их на встречу со знаменитым футболистом-христианином, который расскажет о себе и о своих убеждениях. На такую встречу неверующие любители футбола, скорее всего, придут не из любви к церкви и Христу, а просто потому, что там будет выступать интересная для них личность. И эта личность расскажет о себе и о своем пути к Богу, в контексте чего непременно прозвучит Евангелие. Вот такой подход используется в традиционных западных церквях. В некоторых из них, наряду с общецерковными мероприятиями, поощряется и личное благовестие христиан, однако общий акцент все равно будет на первом. Такие церкви мы именуем церквями слонами или церквями великанами, поскольку они довольно большие, крепкие и основательные. В общем, такое название практически говорит само за себя. Это община, которая обычно насчитывает не менее ста человек, а чаще всего тысячи или даже несколько тысяч. Она образована, профессиональна, ее возглавляют хорошо обученные и подготовленные служители. Такая церковь у всех на виду. Слона, как вы понимаете, трудно не заметить. Стоит ему появиться, как он тут же привлекает к себе внимание. Вот то же самое можно сказать и о крупной церкви, что, собственно, в определенной степени является ее преимуществом. Здание этой церкви знакомо и узнаваемо. О ней говорят, многие ее посещают. Если не вы лично, то кто-то из ваших друзей и знакомых. Так что быть на виду — это не всегда плохо. Это становится своего рода недостатком во времена преследований и гонений. Либо со стороны власти, либо со стороны каких-то радикальных групп. Бывает так, что церкви сжигают. Иногда так поступают экстремисты. Просто уничтожают церковное здание. И что в этом случае делать? Где собираться? Где проводить встречи? А что, если арестуют пастора? А что, если его посадят в тюрьму? Кто тогда будет заботиться о пастве? Ведь делать это умеет только он. Никто из паства, прихожан, этому не обучен. Но теперь пастора нет. Печься о пастве некому. И собираться негде. Жизнь общины зашла в тупик. Вот в такой ситуации узнаваемость церкви скорее минус, чем плюс. Великаны, слоны – это долгожители. Средняя продолжительность их жизни – 60-80 лет. Большие и фундаментальные церкви, как правило, тоже долго живут. В этом отношении они довольно стабильны. Как только община достигла определенного уровня, обзавелась собственным зданием, организовала основные служения, она обретает некую устойчивость и становится менее уязвимой. Но, с другой стороны, такая община крайне медленно себя воспроизводит. Этот процесс надолго затягивается во времени. Толго воспроизводятся программы служения, проблематичные приобретения еще одного здания. Как правило, это весьма дорогостоящий проект, требующий тысяч рублей, долларов или евро. Столько, сколько хочется построить невозможно. Однако желания здесь мало. Не получится и в мгновение ока обучить и подготовить к служению еще одного пастора. Таким образом, процесс воспроизводства подобной церкви, стабильный и действующий, растягивается на годы, несмотря на все ее преимущества. А теперь давайте поговорим об иной модели, легко описываемой на примере кролика. У нас с вами целый зоопарк. Итак, кролик. По своему размеру он явно отличается от слона. Такие общины малочисленны и больше напоминают домашние церкви. Здесь все друг друга знают, ведь домашнюю общину составляет примерно 10-20 человек. Причем акцент в таких церквях не столько на программах и мероприятиях, сколько на взаимоотношениях. Даже так, акцент здесь и вовсе не на программах. Ибо сколько программ под силу организовать такому маленькому коллективу? Явно немного. Так что главное общение — это взаимоотношения, встречи, совместное изучение Библии, взаимное участие и поддержка, плюс самое основополагающее служение. Примерно такие общины нам описывает Новый Завет. Никакого изобилия программ, никаких основательных зданий, простая церковь с простым служением, возглавляемая простыми христианами. Ни о каком пастыре, который был бы на содержании церкви, речи быть не может. Община для этого слишком мала. Собирается она на дому или в каком-то общественном месте. По тем же самым причинам, позволит себе собственное здание, маленькая церковь не в состоянии, поэтому местом собрания и служат. Либо дома прихожан, либо какие-то общественные места. Мне, например, известна община, которая собиралась в баре. О том, как они к этому решению пришли, разговор отдельный. Более распространенный вариант – это зал где-нибудь в общественном центре, который церковь арендует в тот или иной день на несколько часов для проведения служения. Больших расходов это не требует, поэтому и затраты здесь минимальные. Пастору платить тоже не надо, здание содержать тоже не надо, отсюда и низкий бюджет. Остаток собираемых средств может пойти на помощь нуждающимся, миссионерские проекты и прочие программы. И второй важный момент – малозаметность в подобной церкви. Если церковь слон видна всем и отовсюду, то церковь, относящаяся к домашнему типу, практически не привлекает к себе внимания. С другой стороны, чтобы убить слона, вам потребуется большое ружье, серьезное, но тогда одним ударом и наповал. А что делать с целой армией кроликов? Здесь задачка посложнее, не так ли? Ведь они разбегаются и прячутся по норам, так ведь? Слоны такой возможности лишены. Нор у них нет и прятаться им негде. С кроликами все иначе. Каждый тут же бежит в свою норку. Так вот, во времена гонений, верующие продолжают собираться в своих домашних церквях, что, например, мне доводилось наблюдать во Вьетнаме. Там была одна домашняя церковь, как-то она сформировалась благодаря череде обстоятельств, которая собиралась на дому. Власти об этом узнали, пришли, заявили, что собрание не санкционировано и противоправно, так как община не зарегистрирована, и проводить собрание им отныне запрещено. Люди сказали «хорошо» и сменили место встреч, просто начали собираться в другом месте. Понять это властям удалось не сразу, и преследовать такие домашние церкви очень непросто. Они маленькие и незаметные. Тем не менее, они довольно уязвимы. Кролики, в отличие от слонов, долго не живут. Лет восемь, но никак не восемьдесят. Вот так и домашние церкви, иногда их история оказывается короткой. Они могут буквально исчезнуть, причем подчас из-за банального конфликта. Люди ссорятся и просто расходятся. В большой церкви все иначе. Даже если из-за конфликта какая-то семья решает уйти из общины, это печально, но церковь из-за этого не распадается. Она продолжает жить и служить. Я бы сравнил ее с большим кораблем. Легким штормом его не опрокинешь, он не перевернется и не затонет. А вот весельная лодка очень даже запросто. Так вот, когда в маленькой домашней церкви возникает конфликт, когда кто-то из ее членов начинает ссору, есть реальный шанс, что эта церковь перестанет существовать. Большая церковь в этом плане более стабильна. С другой стороны, кролики очень плодовиты. Я бы даже сказал, что они символ плодовитости. Согласны? Давайте подробнее остановимся на этом свойстве. Что можно сказать о слонах? Какова их рождаемость? Слониха фертильна 4 раза в год. То есть, столько раз она может забеременеть. При этом рождает она только одного слоненка. Гестационный период у слонов длится 22 месяца. Иначе говоря, с момента зачатия до момента рождения слоненка проходит 22 месяца, то есть почти два года. Да, и помимо этого, надо отметить, что полувозрелым слон становится только примерно к 9 годам. Учитывая это, сколько слонят может потенциально появиться на свет за 3 года? Каков будет приплод? Два-три слоненка. Высокой такую плодовитость не назовешь, не так ли? Но надо ли напоминать вам о плодовитости кроликов? Кролики, они размножаются постоянно. В среднем в помете у кроликов 7-8 крольчат. Срок беременности у самки кролика составляет всего 1 месяц. Другими словами, с момента зачатия до момента рождения 7 крольчат проходит всего 1 месяц. И при этом половой зрелости они достигают уже в 4 месяца. Таким образом, за 3 года у пары кроликов может теоретически появиться... Кто-нибудь предложит вариант? 476 миллионов кроликов. Но понятно, что плодовитость не у всех кроликов одинаковая, выживают тоже не все детеныши и так далее. Тем не менее, мысль моя, думаю, ясна. Заключается она в следующем. Традиционная церковь воспроизводит себя крайне медленно, поскольку на это ей нужно немало ресурсов, программ, лидеров. Домашняя же церковь, с другой стороны, обладает как минимум отличным потенциалом для самовоспроизводства. Она низкобюджетна, не имеет собственного здания и не управляется дипломированными священнослужителями. Ключевыми для такой церкви являются благовестие и формирование групп, которые по мере роста делятся, и таким образом их количество возрастает. Этот процесс напоминает деление и воспроизводство клеток. Таким образом, если мы нацелены на скорейшее воспроизводство церквей, то для этого нужны, возможно, не домашние церкви как таковые, а более гибкие способы воспроизводства служений, которые не зависят от зданий, бюджетов и незаменимых, так сказать, персон, то есть дипломированных служителей, сильных лидеров. Кто-то скажет, что домашняя церковь им по объективным причинам не подходит. Пусть этот вариант приемлем для Китая, Индии или каких-то других стран, особенно там, где христиан преследуют. Пусть там эта модель высокоэффективна, и домашние общины процветают, но в других местах условия другие. Нам требуется всеобщее доверие и признание. Маленькая община воспринимается как секта. В глазах общества это некое странное религиозное объединение. Кроме того, прийти в чужой дом решится далеко не каждый. Это вызывает определенный дискомфорт. В общем, для нашего контекста это не самый лучший вариант. Такое мнение заставило меня задуматься. А что если объединить плюсы обоих подходов? Можно ли, выражаясь терминами биологии, скрестить слона с кроликом? Это пугающая мысль, не так ли? И все же, можно ли получить некий гибрид? Активную и плодовитую, но одновременно с этим стабильную и профессиональную церковь. Возможно ли такое? Реально ли это? Мне кажется, что реально. Ибо невозможное человеком возможно Богу, правда? Такую церковь можно было бы назвать гибридной. Производная от скрещивания слона с кроликом. Итак, гибридная церковь. Как я уже сказал, вобравшая в себя положительные черты обоих родителей. По сути, это взаимосвязанные домашние общины. Не знаю, насколько вам удается их представить, но вот для наглядности фото подобного гибрида. Держу пари, вы и не догадывались о его существовании. И тем не менее, факт налицо. Вот вам изображение. Это такой слонокролик, взявший от родителей все самое лучшее. Думаете, я забавляюсь? Отнюдь. Я говорю совершенно серьезно. Фактически, продукт скрещивания — это ячеечная церковь, практикующая регулярные общецерковные богослужения. В которых и заключены плюсы крупных церквей. Ячейки же выбрали в себя преимущество маленьких общин, но дружных и плодовитых. Таким образом, когда во времена преследования общие собрания отменяются, и служители с семинарским образованием как бы уходят в тень, акцент переносится на служение ячеек. Кролики спрятались в норы, но жизнь их продолжается. Одновременно с этим данная модель использует потенциал сильных профессиональных служителей. Две базовые структуры — традиционная западная церковь и домашняя церковь — дополняются такими вариантами, как ячеечная церковь и сеть домашних церквей. При этом одну модель характеризует практика общецерковного поклонения, а другую — тесное взаимодействие на фоне возможного отсутствия общих собраний. Радикальные ячеечные церкви. Почему я называю их радикальными? Потому что это необычные традиционные церкви со структурой малых групп. Смешивать эти виды не нужно. Кто-то скажет, пробовали мы создавать малые группы, но они не пошли. Но речь ведь здесь не об этом, а о радикальной децентрализации жизни в церкви и перемещение ее в ячейчные группы. Они будут собираться для общего поклонения раз в квартал, в месяц, в неделю, но, возможно, и не еженедельно. Где, как я уже сказал, может быть в арендованном зале, допустим, раз в месяц? Все вместе. Это возможность ощутить себя народом Божиим. Ведь в маленькой домашней церкви легко почувствовать себя изолированным от остальных христиан. Мы всего лишь маленькая группка и не более. Но когда такие группки собираются вместе, люди начинают ощущать свою причастность к Божьему народу. Мы поклоняемся Богу сообща, и это вдохновляет. На таких встречах особый акцент делается и на совместном прославлении Бога, и на подготовке новых лидеров ячеечных групп. Одно из главных условий эффективного служения – это как раз-таки обучение церковных лидеров, лидеров ячеек из числа обычных прихожан. Без этого церковь рискует качественно потерять в проповеди, душепопечительстве и приобрести немало проблем на межличностном уровне. Вот почему система подготовки лидеров ячеек имеет столь важное значение. Далее. Объединенные группы могут позволить себе организовать какое-то специализированное служение, например, молодежное, чего отдельно взятая ячейка позволить себе не может. Воспроизводство общих собраний осуществляется по необходимости. Не обязательно раз в год или раз в пятилетку. Происходит это воспроизводство преимущественно на уровне ячейки. На общецерковный уровень оно выходит лишь тогда, когда церкви требуется новое, более просторное помещение или в связи с переездом в другой регион. А вот сами ячейчные группы встречаются еженедельно, а то и чаще. Они дают ощущение не столько народа Божьего, сколько Божьей семьи, в которой ценен и важен каждый. Ведь это совсем небольшой коллектив. В фокусе внимания здесь опять-таки не столько прославление, поклонение, вдохновение, проповедь и наставление, сколько благовестие тем, кто пришел на группу по вашему приглашению. Ученичество и по-настоящему глубокое изучение Библии, взаимная помощь в воспитании у себя покорности Божьему Слову, взаимное духовное попечение, которое трудно представить в каком-то ином контексте. Процесс воспроизводства таких групп может быть постоянным. Если Бог посылает вам новых людей, готовьте новых лидеров и формируйте новые ячейки. Обучение новых лидеров имеет колоссальное значение, поскольку без них деление групп будет невозможно. Вот примерно так выглядит ячеечная церковь, имеющая в своей структуре общецерковное собрание. Как я уже отмечал, в отдельных регионах небольшие, но плодовитые домашние церкви представляются наилучшим решением. Именно поэтому, на мой взгляд, они великолепно прижились в Китае и Юго-Восточной Азии. В других местах органичнее будет выглядеть традиционная модель. Особенно в небольших поселках и деревнях, где люди друг друга знают, а церковь играет в общественной жизни огромную роль. Однако в контексте города, как мне кажется, где приходская система практически исчезла, но у людей при этом осталось восприятие церкви как место, где священники на постоянной основе занимаются определенной церковной деятельностью, вариант ячеечной церкви, предусматривающей общецерковные богослужения, представляется наиболее приемлемым. Но реализовать эту модель надо как следует и последовательно. Здесь требуется непременное смещение акцента на подготовку и обучение лидеров ячеечных групп, что мы сделали в церкви на севере Мюнхена. Модель эта себя оправдала и дала прекрасный результат. Редактор субтитров А.Семкин